Какое мероприятие состоялось в Казанском федеральном университете, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне? КФУ прошел диктант Победы. Кто принял участие и когда ждать результата? Какой ценой далась великая победа? Казанский федеральный университет посетила делегации из Бурятии. К сожалению, у нас такое разноуровневое владение родным языком. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Хайрулина. Студенты Казанского федерального университета запустили в небо ровно 76 голубей, как символ мира во всем мире. О том, как прошло мероприятие, приуроченное к Победе в Великой Отечественной войне, расскажем в нашем следующем сюжете. На ваших глазах мы вместе с вами, со студентами, активистами Казанского федерального университета, переходим к доске памяти мемориальным тех павших воинов, студентов, преподавателей Казанского федерального университета. Нужно сказать, что сегодня здесь, в ректорском дворике Казанского федерального университета, проходило торжественное мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине Победы Красной Армии Советского Народа в Великой Отечественной войне. Мы с вами прослушали приветственные слова, прозвучали композиции журавлей. Предлагаю прослушать приветственные слова ректора Казанского федерального университета, Ильша Травказовича Гафурова, который поблагодарил всех участников мероприятия, также отметил, что это очень важное мероприятие памяти для всех, для нас. У меня тоже портрет моего деда со стороны мамы. Мама его не помнит, потому что она родилась в 1939 году, а дед погиб в 1942. Ну, то есть два с половиной года. Тем не менее, у нас портрет деда, он всегда в семье. А вот то, что было сделано несколько лет назад, как бы марш памяти, он способствовал, в том числе и моей семье, и моим внукам уже сегодня, что они начали изучать историю семьи, а изучая историю семьи, изучали историю той Великой войны. В свою очередь, во время поздравительной речи в адрес к участникам мероприятия «Ветеран Великой Отечественной войны» Александр Михайлович Малов обозначил главную проблему для России, демографическую. Он отметил, что в последние годы население нашей страны стремительно сокращается. За 2020 год убыль составила более полумиллиона человек. И вот какое решение проблем предложил Александр Малов. Для того, чтобы Россия вернула к себе и экономистскую, и военную мощь, надо в каждой семье, которую будете вы создавать, чтобы было не менее трех детей. Это наказ моего поколения вам, чтобы спасти Россию. Полную версию трансляции мероприятия можно будет найти на YouTube-канале нашего студенческого телеканала «Универ-ТВ». Илья Андреев, Ленардо Витяров, «Универ-Ньюс». Торжественное мероприятие состоялось не только в Казанском федеральном университете, но и на базе набережной Челнинского института КФУ. В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Все подробности далее. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Альфея Кагогина, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по цифровой трансформации инновационной деятельности Дмитрий Пашин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин, директор набережной Челнинского института Махмуд Ганиев и другие. На встрече обсуждались вопросы совместных проектов Казанского университета ИПАО «КамАЗ» развития кадрового интеллектуального потенциала. Сегодня, когда ресурсы инфраструктурно выделяются, конечно, в первую очередь будут те, у кого есть проекты. Потому что многие складатели, многие люди, нет проекта. Хотя никаких проблем не было, используют проекты по второму применению. Сегодня выпускники набережной Челнинского института Казанского университета составляют большинство вновь поступающих на предприятия специалистов. ПАО «КамАЗ» регулярно заключает ученические договоры о целевом обучении по программе «Элитные инженерные кадры» со студентами Набережной Челнинского института Казанского университета. Также говорили о постройке двух общежитий и одного учебного заведения в Набережных Челнах. По учебному корпусу пока у нас более-менее площадь. По стандартам соответствуют. Вот сейчас мы продолжаем реабилитацию. На встрече директора Института вычислительной математики и информационных технологий директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин рассказал об опережающей профессиональной и проектной подготовке школьников и студентов в формате молодежных конструкторских бюро на базе Центра цифровых трансформаций Института физики и Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета. Также речь шла и о проектных решениях индустрии 4.0 на примере экс-машина, виртуального конвейера производства различных типов с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Были также презентованы проект полигона полунатурных испытаний транспортных средств по концепции ВИА-ХИЛ. Близнецы. Были названы перспективные проекты, научные обоснования требований к транспортным технологиям будущего и разработка формирования цифрового довойника на базе автомобилей КАМАЗ. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском университете состоялось заседание ученого Совета Института управления экономикой и финансов. Мероприятие прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова. Обсуждались такие вопросы, как конкурс на замещение вакантных должностей, а также ведение Высшей школы ландшафтного дизайна в структуру Института дизайна и пространственных искусств, реорганизовав учебный центр Школы ландшафтного дизайна. Коллегам хочу сказать, что создается отдельное структурное подразделение, пока название Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Это будет самостоятельная структура, но, соответственно, все ранее распределенные организационные структуры в разных наших институтах мы будем собирать в единый институт. Казанский федеральный университет посетила делегация Бурятии. Визит состоялся в рамках реализации соглашений между Республикой Татарстан и Республикой Бурятии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Все подробности в сюжете. Для делегации из Бурятии целью двухдневного визита в Татарстан стало обучение на татарском языке, работа по подготовке педагогических кадров, участие университетской науки в разработке учебно-методических комплектов по татарскому языку. В публике сегодня мы констатируем, что бурятский народ, та часть бурятского народа, которая проживает на сегодняшний день в трех субъектах Российской Федерации, на территории трех государств, России, Монголии, Китая, к сожалению, у нас вот такое разноуровневое владение родным языком. Делегация ознакомилась с деятельностью Института филологии и межкультурной коммуникации, в частности с кабинетом татарского фольклора, Центром изучения творчества Габдулы Тукая, Кафедры дизайна, Комплексом модельных кабинетов би- и полилингвального образования. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Институт международных отношений Казанского федерального университета присоединился ко всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Подробности в сюжете. С приветственными словами для участников диктанта выступил министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Участие приняли не только студенты разных курсов и институтов Казанского федерального университета, но и остальные желающие, прошедшие регистрацию на сайте диктанта. Мы считаем, что патриотическое воспитание – это одна из главных функций, которые на сегодняшний день есть у нашего университета, у нашего института. Воспитание молодежи, воспитание, сохранение у молодежи памяти о Великой войне, о героях этой войны, о значении того подвига, который внесли наши предки в победу над этим мировым слом, над фашизмом. Результаты будут известны в течение нескольких дней. Ознакомиться с ними можно будет на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok